Вы знаете, даже утром, даже в такую рань хочется быть красивым обязательно. Но аж весна, вообще будет у нас новые какие-то нотки, чем-то прекрасным, хорошим, хочется расцветать вместе с природой. И именно для этого есть супер-пупер-мастера, которые сделают из любой девушки настоящую красавицу. А тут передичь выпускной, а тут свадебный сезон, а тут вообще что делать с волосами, кричат дамы. Итак, знакомьтесь, сегодня у нас в гостях Дарья и Марина Суханюк, парикмахеры-стилисты, а также Леся Грибович, организатор шоу-программы, можно же так выразиться, шоу-программы парикмахерского искусства, которое вот совсем скоро состоится. Чтобы вам было понятно, завтра, 18 апреля, состоится мастер-класс с шоу-программы, показательного выступления. В общем, должно быть интересно. Девочки, давайте подробнее рассказывать. Ну, во-первых, добро пожаловать. Здравствуйте. Как вам наш город? Вы уже в третий раз у нас. Да, мы уже в третий раз, буквально за 7 месяцев всего лишь. Вот это да. То есть либо у нас очень плохо обучаемые мастера. Наоборот. Либо аппетиты растут. Аппетиты растут. Много оказалось желающих, мы даже сами не ожидали, что такое будет. Фурор. Потом у нас замечательный организатор Олеся, которая такой бум создала. Ну и, значит, мы оправдали ожидания тех, кто к нам приходит на обучение. Ну и ваше гостеприимство, конечно, оно подкупает. Что же будет завтра? Что есть, что есть. Олеся, расскажите, что же будет завтра. Завтра будет обучающий мастер-класс. Вообще-таки мастер-классы у нас в городе никогда не проходили. То есть обычно у нас проходит просто обучающий мастер-класс. Но мы решили, что это немножечко скучно. Для парикмахеров тоже должен быть праздник. И мы такое делаем красивое эфирическое шоу. То есть у нас будет с программой, с артистами. И все это будет плавненько переливаться в мастер-класс. Ну, как-то вот мы справлялись своими, веселья, но у нас... Ну, мы можем попросить хороших предыдущих. Перспективы мы будем знать, куда обращаться. Подстрижете его, наконец-то. Хорошо подстрижете. Слушайте знающих людей, Дарья, вообще. Девочки, шоу понятно. Что в программе обучающих? Что ждет? Так как впереди свадебный сезон и сезон выпускных, естественно, мы адаптировали программу под это. Это немножко будет с тематикой фэйшн. Так как у нас два мастер-класса были классических. Невесты, салонные работы. Теперь мы совмещаем свадьбу и выпускные прически с фэйшн-темой. Ну, так, понарастающей, скажем. Приготовили специально для этого костюмы. Надеемся, нас публика одобрит. То есть сами шили целый месяц за машинкой. Еще перед самолетом буквально. Да-да-да. Поэтому мы очень-очень приложили большие усилия в этот раз, и как и каждый раз. Ну, понарастающие, так наши аппетиты тоже растут. Поэтому я думаю, что завтра будет очень-очень интересно. Мы приглашаем даже не только мастеров, а вообще просто желающих посмотреть на красивое. Домохозяек, людей профессии. Но потом, чем применить это в жизни. Это обязательно, конечно. Ну, а потом, понимаете, дело в том, что мы будем рассказывать о трендах. Мы будем рассказывать о психологии поведения с клиентами. Как, допустим, это касается всех людей, кто связан хоть как-то с людьми. И тот же продавец будет понимать психологию, психологический портрет составить сможет, глянув на клиента, кто перед ним стоит. Вот такое ощущение. То есть кричать, стоя перед клиентом, парикмахером в соседний зал другому мастеру, «Люсь, ты машинку мою не брала?» Лучше не сказать. Эти вещи мы обсуждаем тоже. Удивительно. Вот видите, вы как клиент эти вещи отмечаете. Вы, значит, тоже знаете, что это неправильно. Это да. То есть мы обучаем и воспитываем немного то, чем у нас научили. Наши учителя, мы несем нашего ученика. Как учились вы, кстати? Как училась я? На парикмахера вы имеете в виду? Ну, я надеюсь. Ну, перед тем, как стать парикмахером, я прошла некие другие этапы. Первая профессия моя – швейное образование, что до последнего сейчас меня выручает. И вообще такое совершенно не сопряженное с нынешней профессией. Я топограф-геодезист. Можете представить. Долго думала, зачем мне это надо было. Рельеф местности. Рельеф местности точно и точно. И выработало во мне это большое усидчивость, четкость и кропотливость. То есть я не оставлю клиента, пока не доведу до идеального. А геодезия – это точная наука. Как дочь решила пойти по стопамам? Я парикмахер в четвертом поколении, поэтому… То есть по стопамамам – это далеко не рекорд, да? А вы были профессии, не было. То есть уже целая… Династия. Да, фамильная профессия получается. Династия. С 15 лет, по-моему. Слушайте, ну а, значит, естественно, каждый ребенок, продолжая дело родителей, хочет шагнуть дальше. Какие планы строите вы, грандиозные или не очень? Ну, конечно, планы грандиозные. Конечно, это у каждого человека есть мечты свои. И учиться, учиться, еще раз учиться, потому что предела совершенства нет и никогда не будет. И поэтому, наверное, останавливаетесь. Дарья, какие тренды на день сегодняшний вы могли бы именно вот в прическах, в укладках отметить и порекомендовать своим клиентам, ну и нам, слушателям, телезрителям? Тренды, что касается причесок, сейчас в моде легкость, незавершенность и легкая небрежность. Но в то же время главное, что должно быть у девушки и у любого человека, это ухоженные волосы. Заметели? У девушки и у человека. Какие? Что? Что правильно? У нас подразделение на именно такую категорию всех людей. Извините. Чистая голова, мы поняли. Голову помыли, что дальше? Ну то, что чистая голова, они должны быть ухоженные, это не обязательно, должны быть натуральные волосы. Краситель, он тоже лечит волосы, поэтому нельзя сказать, что... Вот видишь, можно делать мелирование? Вот видишь, даже не как говорит, можно, не надо снять свое желание. Ну ладно, извините. То есть краситься, это и есть нормально сегодня? Это нормально, да. Главное, чем краситься, и у кого краситься, это принципиально важно. Понимаете? То есть прийти с подружкой под бокал вина, покрасить волосы... И вытащить пачку фары со школы заварявшиеся. Нет, нет, эти вещи нет. У меня есть хна и басма. Чем будем хулиганить? Как вы, это самое, продвинутый, молодой человек. Хна, басма, фары. В курсе таких вещей, которые даже не все мастера, наверное, знают. Чем краситься, рекомендуете вы? Только профессиональными красителями у мастеров, которые обладают наукой колористика. То есть, которые прошли обучение. Обязательно, однозначно. Чтобы неожиданно зелененьким не оказаться после смывки. Ну, и делать укладки тоже желательно у таких мастеров, обученных. Ну, знаете, дело в том, что каждый день мы в любом случае себе не можем позволить и ценовая политика, и время ограничено. Для этого тоже надо посещать такие мастер-классы, как у нас. Либо границы. Я почему и приглашаю не только специалистов, а, допустим, посмотрев наш мастер-класс, вы легко сделаете своей сестре или подруге, или себе. Потому что многие вещи, которые мы говорим, они касаются не только профессионалов. Это для домашнего и личного использования. То есть, навыки вы приобретаете однозначно. Почему я приглашаю завтра к нам на мастер-класс всех желающих красиво выглядеть? У каждого мастера в той или иной сфере есть обязательно детище, которым он готов гордиться всю жизнь. То есть, это там у скульптуры, это супер-статуя. В вашем случае, есть ли образ, который запомнился надолго, и им можно гордиться на 100%? Из моих работ вы имеете в виду? Да. Который был самым вообще супер-пупер-пупер. Ну, я по натуре максималист в отношении работы. Подхожу ко всему с максимальным таким желанием сделать на отлично. Либо все, либо ничего. Либо все, либо ничего. Поэтому все мои образы, которые я создала, я хочу сказать, что я к ним не могу придраться. Если я их выпускаю в жизнь, ну, такие, как вот на фотосессии вы видели, значит, я ими полностью довольна. Я их люблю. И мне нравится то, что я спустя годы хочу на них смотреть. Это важный показатель. Кстати, есть ли образы, которые не теряют актуальности год от года? Ну, то бишь, каждая ведь эпоха сопровождается особенностью своей. В стиле, в прическах, мы помним, там, те же, ну, я, по крайней мере, дальше заглядывать и не буду, но помню, там, все 90-е, где челки классные, там, химии бешеные, ну, и так далее. То есть, вот эти виски длиннющие, с одной стороны, причем, знаешь, я вас поняла. Да. Например, недавно я посмотрела свои работы, которые я создала, начиная делать прически. Мне немножко было смешно на них смотреть, потому что на клумбы похожие прически. Много цветов живых. Во-первых, это было модно. Во-вторых, как бы я тогда только начинающий была мастер, вкус, соответственно, был на том уровне. Я подумала, наверное, надо убрать, а потом решила, зачем убирать. Виден рост моего прогресса мне и моим клиентам, потому что это все в доступе в альбомах, в соцсетях. И человек, который хочет узнать про меня как про мастера, он может посмотреть 10 лет назад, что я делала, и на сегодняшний день, что я делала. И этому всему я учу своих учеников. Мы еще обучаем наших девочек, как себя продвигать в соцсетях. А на сегодняшний день это очень актуально. Скоро соцсети заменят все рекламные, я думаю, другие объекты, газеты, журналы и прочее. Потому что это дешево и доступно. Сейчас рекламочек, и вы печете, Лиза. Телевидение в первую очередь. После повадки. О чем вы? Дарья, скажите, а есть в вашей профессии люди, которыми вы восхищаетесь? Безусловно, у нас с моей коллегой, своим шефом, своей мамой есть... Какую универсальность. Кумиры, конечно же, в нашей профессии существуют. Такие люди, это, я считаю, боги в индустрии красоты. И кто есть уровень бог именно для вас? Именно в... У нас есть по стрижкам, по колористике, по макияжу и по прическам. То есть каждый человек занимает свою какую-то отдельную нишу. Безусловно, это Георгий Кот, двукратный чемпион мира по парикмахерскому искусству. Выдалось мне... Выдался мне случай познакомиться с ним лично. Чертовский. Вот откуда я знаю, чем басма от фары отличается. Да, человек чертовский. Был он в Кастанае у вас. Был он в Кастанае два года назад. Да, чертовски интересный человек. Я не глядел за... Я человек вообще, который далек от парикмахерского искусства, в принципе, да, смотрел за его работу. Это было здорово, это было классно. Вот мы как бы его ученики, он нас выпустил в свет. И как учеников, и как преподавателей. Это человек, которому я буду всегда, всю жизнь благодарна. Мы с ним хороших отношений, друзья. И я беспрерывно, и Даша. Мы продолжаем процесс обучения. Пять лет мы с ним знакомы. Все пять лет я каждый год посещаю его курсы все. И иногда бываю, имею честь быть ассистентом. Здорово. Алисия, как считаете, красота на день сегодняшний, именно в сфере парикмахерских услуг, она что? Что есть такое? Есть какие-то основные понятия? Красота – это ухоженность и слов Дашеньки мы уже поняли. Номер два, конечно же, обращаться к профессионалам, чтобы эта красота была. А с Вашей точки зрения? Я считаю, что третий пункт – человек всегда должен был доброжелательный и всегда улыбаться. То есть улыб душа, да, человек. Потому что встречаются такие люди, вроде бы он красив, да, вроде все на нем. И моден. Да, но когда человек немножечко такой, знаете, немножко бывает такой, ну, не очень… Занощивый. Да, занощивый. Звитый. Звитый. Да, знаете, к этому человеку не притягиваешься. Я сама в том, в январе того года поехала к Марине, когда, да, хочу просто сказать. Вы знаете, я настолько в нее влюбилась, я сидела и плакала. Неужели я нашла себе учителя, да? Я сижу, у меня вот прям слезы, я отвернулась уже, думаю, скажут, какая-то вот ненормальная, приехала с Казахстана. Я сижу, у меня слезы радости. Наконец-то, как Марина для себя Георгия. Ну, естественно, я тоже Георгия-кота люблю, но я с ним лично не знакома. Ну, конечно, это в будущем. Но просто Марина настолько, вот она, Даша, да, вот проникаешься к таким людям. Но среди меня, как бы, очень тоже много окружает хороших людей. И вот хотела пока пользуюсь минуткой поблагодарить. На наш мастер-класс приехали в помощь Марине, в помощь Марине, бескорыстно, с Караганды Светлана Рахманова, очень знаменитый визажист города Караганды, который просто, чтобы познакомиться с Мариной, приехали, бросив все свои дела, да, и также вот ее ученица Дана, которая завтра будет помогать. И вообще, получается, мы настолько вот влюбились в Марину, у нас тоже команда просто кумиров уже создалась. Мы, я говорю, как молекулы прилепляемся, да, я тут всех заражаю, и все вот кучка, 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 и нас больше и больше. У нас большая команда получилась. У нас большая команда. И знаете, да, настолько вот это вот такой кайф работать вот с такими позитивными людьми. А когда человек такой, знаете, никакого у него нет нежелания, просто много таких людей встречается, хотелось бы встречаться с более позитивными, да, более такими лучистыми, когда человек улыбается, от него добро. То есть настоящую красоту создают добрые люди. Да, добрые люди. Профессионалы добрые. Да, профессионалы добрые. Я знаю, что мы пробьемся. Поэтому как бы вот так, я считаю, что человек должен быть душой красивой. Девочки, мне кажется, из сегодняшнего разговора, все, кто нас слышал, видел, однозначно уяснили для себя одно. Если хочешь быть красив, будь красив душой. Ну, а если хочешь быть красив телом, завтра приходи научись, как это делать. Если хочешь быть успешным в жизни, приходи и узнай, как это делать, в принципе, тоже, глядя на вас, так? Ведь вы же пример успешности, пример реализации себя, своих талантов. Я хочу даже добавить. У Марины приезжают ученики из Израиля, из Германии. Германия так у нее вообще живет, США. Вот Майя приезжает, я вчера слышала, с Франции и из Кипра. Я сама, когда училась, у нее было две девочки с Израиля, одна с Германией и со всей России. А сейчас у тебя будет в Майя полный интернационал, да? У нас шесть человек со границы приезжают. Казахстан, Белоруссия, Кипр и Франция. Франция и два человека с Германии. На день сегодняшний, ну, на завтрашний в частности, хочется вам пожелать самых-самых благодарных и, как это правильно сказать, в общем, благодатную почву вам для рассеивания знаний, это на завтра. Ну, а за то, что вы делаете, вам большое спасибо. Спасибо вам за то, что пригласили. Спасибо Кастанаю, мы очень рады к вам возвращаться еще и еще. Приходите к нам еще. У вас очень большой потенциал среди людей, которые хотят учиться. Кстати, ну, ладно, хотел все-таки закручиваться, но да ладно. Поговорим о наших мастерах. Да, о мастерах поговорим. Насколько хороший вообще материал для работы в плане мастеров и ребят? Ну, раз нас пригласили, значит, он хорош действительно, потому что желание учиться подтвердило как раз тот факт, что мы всего лишь за 7 месяцев у вас третий раз. Понимаете, мы отучили визажистов группы девочек, у нас уже 20 в городе, у вас профессиональных визажистов. Где они? Имейте в виду, вращайтесь через Олесию. Ну и основной наш конюк – это прически. Прически группы набираем очень быстро. И сейчас миллионы встали с вопросом, почему только женщины. Где мужские стрижки, прически? Есть в планах привести именно команду специалистов для мужчин? Либо вы будете мастер-классы давать? Это колеси, понимаете, каждый профессионал будет заниматься своим делом. Очень много знаменитых преподавателей, которые занимаются конкретно мужскими прическами. Я 15 минут плавно ввел к этому вопросу, значит. Нет, здесь, как говорится, каждый на своем месте пусть будет. Поэтому узкая специализированность, она тоже вещь такая правильная, я считаю. Мы – причесочники и визажисты, скажем так. Ну, пожалуй, этого и достаточно, что уж там. Ну, если что, пожалуйста, обращайтесь, мы все это сделаем. Даша, а не могла бы ты продолжить эфир одна? Хорошо. Спасибо большое, девушки, вам за этот визит, за эту встречу. Конечно же, приезжайте в Кустана еще. Ну, а мы напоминаем, что сегодня в гостях у нас были Дарья и Марина Суханюк, парикмахеры-стилисты, и Олеся Грибович, организатор мастер-класса и шоу парикмахерского искусства. Да, дорогие друзья, вот так вот программа «Разбудение» продолжается. Будьте красивы и счастливы. Спасибо. Спасибо.